Ауду биллахи мина шейтанираджим, бисмиллахи рахмани рахим Вассалату и саламу аля сейиду ламбия и вальмурсалин Ва аля алихиттайбин аль-тахирин аль-масумин Ассаламу алейкум ва рахматуллах и баракату, дорогие братья и сестры Адам Шахидов, один из виднейших религиозных деятелей Чеченской Республики, обратился к арабоязычным шаитам Ассаламу алейкум ва рахматуллах и баракатуху Мир вам, милость Аллаха и его благословения Передаю приветствие арабскому и всему исламскому миру из Чеченской Республики Сегодня я хотел бы обратиться к нашим братьям по вере, шиитам В предыдущем видеоролике я рассказывал вам, что мы, чеченцы, являемся суннитами Комментарии некоторых шиитов под этой записью содержали в себе обвинение нас в ненависти К семейству пророка, да благословит его Аллах и приветствует Мы просим слышащего, знающего Аллаха уберечь нас от ненависти к семье посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Как было сказано, мы, чеченцы, являемся суннитами И как подобает несущим убеждения приверженцев сунны, любим семейство пророка, мир ему и его семье, а также благословение Аллаха Мы любим нашего господина, повелителя правоверных, двоюродного брата посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Али ибн Абуталиба, да более довольным Аллах Мы любим Аль-Хасана и Аль-Хусайна, а также их деда, да благословит его Аллах и приветствует Как мы можем не любить Али ибн Абуталиба, если он, как передал имам Муслим, сказал Клянусь тем, кто расщепил зерно и создал человека Поистине, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пообещал мне, что не полюбит меня никто, кроме верующих И не станет ненавидеть меня никто, кроме лицемеров Любовь к Али ибн Абуталибу – признак правдивости веры и покорности Аллаха Как мы можем ненавидеть семейство пророка, да благословит его Аллах и приветствует Если любовь к ним – признак полноценности веры в Аллаха, а неприязнь к ним – признак лицемерия, да убережет нас Аллах В Чеченской республике проживают люди семейства пророка, входящие в рот Алю Джамали Лайль Аль-Макки Глава Чеченской республики построил для них отдельное поселение, достаточное для их семей А также выделил для каждой из их семей ежемесячные выплаты Часть из них назначена членами парламента Чеченской республики Все это он сделал из-за любви к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует А также стремление к его заступничеству в обоих мирах Я очень надеюсь, что наши братья-шииты перестанут обвинять приверженцев Сунны в целом И жители Чеченской республики в частности В ненависти к семейству пророка, да благословит его Аллах и приветствует Как мы можем не любить их? Разве не сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал нам хорошо относиться к ним? Он сказал Я оставляю вам две вещи, придерживаясь которых, вы ни в коем случае не собьетесь с прямого пути Книгу Аллаха и мое семейство Мы любим их от всего сердца, со всей искренностью Мы готовы отдать за них души, тела и все свое имущество Мы просим Аллаха объединить сердца верующих на истине во всех уголках земли А также возвысить знамя приверженцев Сунны во всех ее концах Мы в Чеченской республике читаем мавлид под названием «Чистый сад» Написанный Аль-Хабибом Хусайном Джамалулайлом Аль-Макки Чей род был упомянут мной ранее В этом мавлиде есть строки о рождении пророка, да благословит его Аллах и приветствует Читая который, мы встаем и говорим стоя Приветствуем тебя, приветствуем тебя, о дедушка Хусайна, приветствуем тебя Приветствуем тебя, приветствуем тебя, о дедушка Хасана, приветствуем тебя Тем самым закрепляя нашу любовь к семье пророка, да благословит его Аллах и приветствует Хочу донести до вашего сведения, что по чеченской земле с позволения Аллаха не будет ступать нога того, кто испытывает неприязнь к семье пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Точно так же никто не смеет поднять голос, понося сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы любим всех сподвижников, да будет доволенными всеми Аллах и сделает их довольными. Да будет доволен Аллах нашим господином, первым халифом, правдивейшим Абу-Бакрам. Да будет Аллах доволен нашим господином, Умаром Фаруком, да будет Аллах доволен нашим господином Усманом Зунурайн, да будет Аллах доволен нашим повелителем и господином Али ибн Абу Талибом, да будет Аллах доволен Аль-Хасаном и Аль-Хусайном, а также всеми членами семьи пророка и его сподвижниками. Можете быть спокойны, братья-шииты, оппозиции жителей Чеченской Республики касательно семьи пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы любим их и почитаем. Как я сказал, глава Чеченской Республики построил для них отдельное поселение, а также мечеть. Мы, хвала Аллаху, следуем пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а также стезе его сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах. И любим семейство пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поздравляем всех с Рамаданом, желаем вам всех благ в этот месяц и призываем делать дуа друг за друга, да благословит вас Аллах. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Это, конечно, очень радует, что Адам Шаидов нас называет братьями, Шаидов называет братьями. И еще больше радует то, что Адам Шаидов говорит о том, что сунниты прекрасно понимают, насколько важно, насколько значимо с точки зрения исламского учения, любовь к Ахляль-Альбейт, любовь к семейству посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям. Это очень сильно радует, что вы прекрасно понимаете, насколько важно любить Ахляль-Альбейт, насколько важно быть привязанными к семейству посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям. И радует то, что вы понимаете, что после себя, какие две драгоценности после себя и его светлость посланник Аллаха оставил, когда сказал, что я оставляю среди вас две драгоценности, две тяжести, придерживаясь, которых вы никогда не заблудитесь. Это книга Аллаха и мое семейство, мое потомство, мой ахляль-бейт. Это все очень сильно радует и надеемся, что это станет своеобразной и формальной отправной точкой для между религиозного диалога, для диалога между суннитами и шиитами. Станет отправной точкой для диалога, в том числе между религиозной элитой Чеченской Республики и религиозными деятелями русско-зидичного шиитского общества. И в связи с этим хотелось бы сделать несколько наставлений и братских замечаний, ибо Адам Шахидов говорит, что шииты являются братьями. В связи с этим хотелось бы сделать кое-какие наставления и кое-какие братские замечания. Во-первых, Адам Шахидов говорит, что несмотря на то, что шииты являются заблудшими, они являются нашими братьями, ибо они являются мусульманами. То есть Адам Шахидов говорит, что наши братья шииты, они находятся в заблуждении. Если братья, ваши братья, уважаемый Адам Шахидов, уважаемые сундицкие ученые, если ваши братья, шииты, находятся в заблуждении, то я предлагаю в связи с этим очень хороший метод для разрешения, по крайней мере для попытки разрешить эту проблему. Предлагаю вам научное обсуждение, где мы могли бы провести встречу, могли бы встретиться или в каком-либо другом формате провести встречу и выслушать вашу точку зрения, посмотреть, почему вы считаете шиитов заблудшими, какие у вас на это основания, какие доводы, какие доказательства. В братской атмосфере мы готовы к этому, готовы к подобному диалогу. И выслушав вашу точку зрения, мы выскажем свою точку зрения, почему вы заблуждаетесь. Или же если найдем вашу точку зрения убедительно, то примем ее. Или же примем, или же опровергнем, выскажем свою точку зрения, выскажем свои доводы и аргументы, и контр-доводы и контр-аргументы против ваших доводов и доказательств. И, конечно же, если нам нечего будет сказать против ваших доводов и доказательств, против вашей точки зрения, конечно же, мы примем вашу точку зрения, примем ваши замечания и последуем вашим наставлениям, и откажемся от тех заблуждений, наличия которых вы докажете в нашем учении, в учении шиизма. Я думаю, что с точки зрения братства это было бы справедливее. Если вы уж называете нас заблудшими, то почему бы вам в научной беседе, в научной встрече не обсудить с нами эти моменты, и не доказать, и не обосновать. В особенности, с учетом того, что Адам Шахидов постоянно практикует диспуты и дискуссии с разными течениями, которых он считает заблудшими. В связи с этим, я думаю, что для него не составит труда, раз он считает шиитов заблудшими, разъяснить нам, объяснить нам этот момент, в чем шиизм, в чем шииты являются заблудшими. Это первый момент, отнести на которого я хотел бы сделать братское наставление. То есть, мы готовы, мы готовы к этому диалогу, мы готовы к этому открытому обсуждению, открытому научному обсуждению, в ходе которого мы могли бы между собой обсудить, в чем шииты заблуждаются и почему они заблуждаются. И посмотреть, есть ли контрдоводы, контраргументы у шиитской страны против тех доводов и доказательств, которые вы имеете в подтверждении заблуждения шиизма и шиитов. Это первый момент. Второй момент, на который также хотелось бы обратить внимание, это положение наших братьев-шиитов в Чеченской Республике. К величайшему сожалению, несмотря на то, что Адам Шахидов называет шиитов братьями, но отношение к шиитам в Чеченской Республике, к величайшему сожалению, не самое лучшее. И дело не только о том, как относятся народ или те или иные группы лиц, или те или иные религиозные группы в Чеченской Республике относятся к шиитам и к шиизму. А дело в том, как государственные и связанные с государством органы относятся к шиизму и к шиитам. В частности, вспомним то же самое заявление, которое в свое время сделал Салах Межиев, муфтий Чеченской Республики, когда высказался против шиитской литературы в Чеченской Республике и поставил под полный запрет присутствие и наличие какой-либо шиитской литературы в Чеченской Республике. И можем вспомнить и другие моменты. Поэтому я надеюсь, что слова все-таки не будут расходиться с делом, и на самом деле отношение в Чеченской Республике у властей Чеченской Республики к шиитам и к шиизму изменится. И уже не будет подобного негативного и радикального отношения к шиизму. Это второй момент. И третий момент, о котором я хотел бы также сказать, это то, что, уважаемый Адам Шахидов, вы сами продекламировали и озвучили хадис его святности посланника Аллаха, где он говорит, что я оставляю среди вас две драгоценности, это книгу Аллаха и мое семейство. Эти драгоценности, они не драгоценны с той точки зрения, что их нужно любить. Вне всякого сомнения, драгоценности с точки зрения исламского учения, и с точки зрения того, что это все-таки завещание его святности посланника Аллаха, ценности с этих точек зрения, это те вещи, за которыми человек может последовать и не заблудиться. И сам посланник Аллаха, неоднократно в преданиях это приводится, сам посланник Аллаха говорит в своем хадисе, что если вы будете придерживаться этих двух драгоценностей, вы никогда не заблудитесь. То есть эти две драгоценности, они драгоценны и важны и значимы для мусульманской общины, для ислама с той точки зрения, что человек должен следовать за этими двумя драгоценностями, придерживаться этих двух драгоценностей, брать свои убеждения, свои взгляды, свой фикх, свой мазхаб у этих двух драгоценностей. И все, что находится за пределами этих двух драгоценностей, человек должен опровергать, человек должен отвергать. Но к величайшему сожалению, я просто призываю вам присмотреться к тем источникам ваших убеждений, ваших религиозных фетв, вашего фикха, вашего мазхаба. Откуда вы берете свои убеждения? Кто такие Абул Хасан Аль-Ашари? Кто такой Абу Мансур Аль-Маатуриди? Что это за люди? Являются ли они из числа Ахлал-Бейт? Кто такой Имам Ахмад? Кто такой Абу Ханифа? Имам Шафии? И так далее. Кто эти ли? Имам Малик? Кто эти люди? Имеют ли они отношение к Ахлал-Бейт? Являются ли они из числа Ахлал-Бейт? Так почему же вы именно у них берете свою религию? Почему именно у них берете свои убеждения? Свой фикх, свой мазхаб, свои убеждения, свою идеологию? Где Ахлал-Бейт в вашем учении? Почему ваш мазхаб не является мазхабом Ахлал-Бейт? Почему ваши убеждения не основаны на убеждениях и на взглядах и на учениях Ахлал-Бейт? Да, вы скажете, что мы берем у них, мы почитаем их и берем у них свои убеждения, свои взгляды, но вопрос заключается в том, что вы берете свои взгляды, свои убеждения и у их противников, у их оппонентов, которые имеют альтернативные взгляды на религию, альтернативные убеждения в религиозных вопросах. Альтернативное учение в вопросах фикха, в практических вопросах. А это уже значит, что вы вышли из этой зоны комфорта и зоны безопасности, коими являются Ахлал-Бейт и книга Аллаха, которые являются драгоценностями, которые оставил после себя посланник Аллаха, чтобы мусульмане следовали за этими двумя драгоценностями. Поэтому я призываю по-братски, призываю вас призадуматься над тем, где вы берете, у кого вы берете свое убеждение, свое учение, у Ахлал-Бейт ли вы берете свое учение или же у кого-то другого. И вне всякого санимения, конечно же, любовь к Ахлал-Бейт это очень ценно, очень важно, но эта любовь, если она не подкреплена следованием за Ахлал-Бейт, то она ничего на самом деле не стоит. Именно та любовь и та привязанность к Ахлал-Бейт важна и значима, которая приводит к следованию за Ахлал-Бейт и отвержению всех тех, кто не является Ахлал-Бейт, всего того учения, которое исходит не от Ахлал-Бейт. Я надеюсь, что мои братские наставления и братские замечания будут услышаны. Благодарю еще раз и изъявляю очень большую радость в связи с теми словами, которые были сказаны Адамом Шахидовым. И надеюсь, что эти слова останутся не просто словами и будут воплощены в жизнь и найдут свое практическое воплощение в Чеченской Республике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok